Чувствует соленой мальчик Вот он, он просто чувствует По-моему это стандарт качества Как мы хотим сфоткать или еще что-нибудь Всем большой привет девчонки Ура! Я наконец-то добралась до камеры И добралась до того, чтобы снять вам видео Показать вам детскую, как мы обставили И расскажу тоже вам о вещах Которые мне пригождаются Пригодились в роддоме И пригождаются сейчас, вот в первое время с малышом Сейчас у нас идет 16 день вместе Так что мы пока что еще привыкаем друг к другу Режима нет никакого И если где-то в книгах пишется Что ребенок-младенец спит 20 часов То возможно у кого-то он и спит, но не у нас В общем давайте я вам покажу сразу Вот так вот двигаясь назад к двери Покажу со входа Как у нас сейчас выглядит детская Детская на самом деле сейчас у нас такое одно название Потому что здесь просто пока что хранятся вещи Саши Но он здесь не спит И он сейчас спит просто с нами на кровати Посередине в коконе В общем давайте смотреть Новая спеченная папочка рядом с ребятенком Охраняет здоровый сон Тут вечная сушка Потому что мы постоянно все стираем и развешиваем Так вот вход Я по-моему еще Уся на канале не показывала Вот такую люстру мы купили Очень красивая Но она очень понравилась По-моему в детскую комнату отлично подходит Красавица такая Так ну и здесь конечно сейчас еще стоит ванночка Потом вот эта вот маленькая вставка в ванночку Хотя кстати она нам не очень понравилась Нам нравится больше его самим держать и вот купать Так с этой стороны стоит вот такой можно сказать ящик Или емкость для хранения всего подряд Сейчас у нас здесь лежит круг Который нам друзья дали для купания Мы пока еще не пробовали Не знаю посмотрю Я как-то мне не очень нравится Когда у детей там голова торчит Они как-то барахтаются А вообще планируем либо под какие-то знаете вещи Которые будут потом разбросаны малышом сюда складывать Либо игрушки Здесь вот стеллаж Который тоже показывали вам на влоговом канале Купила вот такие вот коробочки И по ним разложили подгузники, пеленки Разные другие вещи для малыша Здесь всякие там полотенчики купательные Тоже пеленки матерчатые В общем такое все для Саши Вот кроватка О кроватке я мне кажется уже так много раз говорила Что это Япи Китс Это у нас балтийский бренд Мы влюбились вообще в дизайн именно этой кроватки Как такая она резная, вся изогнутая, очень красивая Сначала поставили к себе в комнату рядом с кроватью Но так как она там стояла и рядом с батареей и рядом с окном И Саша все равно там не спал Мы решили все-таки перетащить уже в детскую Где он будет потом спать жить Вот Повесили тоже мобиль Как выяснилось правильно это говорится Вот Включу вам, покажу как это выглядит Тут разные мелодии И вот такая красота вертится Пока что он на нее никак не реагирует в принципе Пока что это так Просто для красоты, для того чтобы меня радовать Вот Что еще А Комодик пеленальный у нас тоже Япи Китс Вот эту вот пеленальную поверхность мы сами сюда поставили А от этого комодика у нас пеленальная поверхность ванной Тоже покажу как там это все обустроили И мне очень нравится насколько вместительные здесь ящички Покажу вам примерно что у меня здесь внутри Мне сюда тоже нужно коробочки подкупить Чтобы это как-то распределить Вот Ну пока что здесь такое все лежит То что на вырост То что он еще до того до чего он еще не дорос Кстати вот такой вот кокон Я думаю что многие уже подобное видели Он нам сейчас слишком большой поэтому Саша не очень его воспринимает Это у нас вот эстонское производство Оставлю ссылочку внизу Детям в принципе должно нравиться В коконах потому что им там тесно И они ощущают себя как внутри живота У мамочки но вот нашему Сашуле не очень нравится Так что-то он там уже подает звуки Так ну папа рядом Если что мама придет на помощь Вот следующее здесь у меня уже на вырост Это 62 размер кое-что 56 размера есть И снизу тут запасное постельное белье Кстати постельное белье тоже я пекет заказала Встелено у нас вот такое вот бельишко Ну просто как серенькое Бело-серая подушечка серенькая И с такими звездочками Вот уже даже прорезыватели для зубов Есть игрушечка тоже нам дарили Которая в холодильнике охлаждается И потом дается ребенку Так что вот Кстати вот такой вот половичок купила Заказала в H&M По-моему хорошо он сюда вписался Вот Качалочку от Чика нам тоже друзья По наследству дали попользоваться Пока у нас младенец Но пока что Саша тоже не особо оценил Сюда у меня развешаны вещи Которые вот надо быстренько брать И надевать например на выход на улицу Сейчас мы чаще всего используем Сначала вот этот вот надеваем И потом уже комбинезончик Ленна Это фирма Вот такая Какая-то не очень мне известная Вот здесь уже тоже подарки Костюмчик нам дарили Но это 62 размер из H&M Красивенький Ждем вот когда подрастет Чтобы носить это Это мы покупали вместе с костюмчиком Ленны Но я сейчас смотрю на размер И на ручку Саши В общем это ему там Еще через несколько месяцев Вот это кстати заказывала Из инстаграм бутика Это дом енота Или как-то так Крошка енот В общем мастерская Крошка енот И к этому комбинезончику Можно было заказать Вот такую вот шапочку И конверт Супер красивый вязаный конверт Тоже в коляску кладете Застегиваете И тут на выворот Вот так вот Такой же цвет Как у комбинезончика Вот В общем-то Вот так выглядит у нас сейчас детская Мы пока что Сашу сюда Приносим Показываем ему его владение Хотим еще повесить Эти руло Ну в принципе Как по всему Дому По всей квартире Хотим руло повесить Сейчас вам покажу Что мне очень пригодилось В первые дни Так Кошка Иди гуляй У меня тут другие дела Это прислали мне фирма Пижин И это японская фирма Когда я вернулась с роддома У меня случилось нагрубание груди То есть Это когда вы слишком много жидкости пьете А после родов вам очень много ее хочется пить И в грудь поступает слишком много молока И тот, кто сталкивался с этой проблемой Думаю, меня поймет Это очень жутко больно Грудь становится какого-то нереального размера И для того, чтобы себе помочь Можно воспользоваться молокоотсосом Вообще советуют прикладывать как можно чаще ребенка Но если он спит То ты его лишний раз сильно будить не хочешь Иногда он даже сон не хочет тебе помогать Сначала мне честно скажу Вообще само выражение молокоотсос вызывало шок Первое время, как говорю, она вряд ли Нужно будет очень сильно отлучаться Я не собираюсь, по крайней мере, этого делать От ребенка Но первые дня три Я себе помогала этим молокоотсосом Просто немножечко сцеживала И уже было намного легче Сейчас уже вроде как более-менее устаканилось Грудное вскармливание То есть уже грудь как поняла И ребенок вроде как Они договорились, сколько им нужно молока Так, что еще у меня здесь такое полезное Это бутылочка, например, с физиологической соской То есть эта соска похожа по своему строению На грудь, на сосок матери Я пока что еще молоко из нее не давала ребенку Но мы отсюда давали ему пить укропную водичку Что еще могу посоветовать от Pigeon Это набор, комплектик такой, куда входят ножнички Ножнички вот прям суперские Мне нравится, что они такие, знаете, как чисто для детей сделаны И ими поранить, в принципе, ребенка практически невозможно Вот так они выглядят Сначала мы купили в аптеке другие Но вот в теме реально можно было отрезать слишком много Эти же прям работают идеально И сюда еще в комплект входит расчесочка Там еще такое, как назальный аспиратор Или как он называется Сейчас мы находимся в самом любимом месте пребывания всех нас втроем Это ванная комната Почему нам здесь нравится? Потому что здесь очень тепло И Сашеньке очень нравится, в принципе, лежать на пеленальном столе Про купание не могу сказать, что он прям в восторге Но так по сторонам смотрит, в принципе В глазах читается родители Родители, пожалуйста, держите меня аккуратнее Не уроните меня в ванну Но, по крайней мере, прям таких истерик не закатывает Сейчас покажу, что здесь из косметики тоже мы используем Покажу подгузники, на которых мы остановились И еще то, что мне очень надо каждый день Я, кстати, это у меня уже вторая упаковка Это вкладыши Вот такие вот тоже, это пижины Для того, чтобы не пачкать одежду молоком Сейчас это практически номер один, что я использую каждый день Сейчас покажу, как выглядит Раскрывается здесь посерединке И вставляется в булькалтер Защищает, если молоко идет лишнее У меня оно все-таки идет, особенно ночью В общем, поэтому постоянно сейчас их использую А вот то, на чем мы остановились Это подгузники Помните, я говорила, что Муни заказала Но они оказались для нас слишком большими Поэтому сейчас покупаем уже Какую пачку по счету Вот этих Huggies Elite Soft В принципе, нам очень понравилось Вот так вот здесь мы все организовали Тоже, когда вам как-то в сториз показывала Было здесь больше порядка Чем дальше Тем меньше этого порядка здесь образуется Вот таким вот муслиновыми пеленками Мы его вытираем После того, как купается Очень они мягенькие Такие приятные Тело малыша В принципе, даже на ощупь не малышам приятно Потом массажики, например Животику массажик делаем Вот таким маслом от Веледа Очень, чуть-чуть буквально беру Чтобы было легче водить по пузику В ванной все-таки образовалось место Не только для моей косметики Но и для косметики малыша Вот Тут аж две полки Посвященные ему Вот это вот было у нас в роддоме Как подарок такой Я не знаю Возможно, будем использовать Возможно, нет Потом Pigeon тоже прислали Лосьон для тела И вот такая вот косметика Для малыша Новорожденного Чем она хороша? Тем, что она идет Как на подобие Они постарались сделать состав Как первородная смазка То есть для него Это должно быть Очень естественная Среда обитания Кстати, совсем чуть не забыла Вот это было моим спасением Это крем Это ланолин От лансино И это восстановитель сосков То есть если они подрезкались Если в первое время Особенно вот у меня было в роддоме Это то, что я всем советую брать в роддом Соски ребенок как-то разгрыз Или он просто Соски были очень чувствительные И поранились Это крем, который их восстанавливает И мне действительно очень помог Сейчас уже все в порядке Но вот первое время Первые их, наверное, дней 5 Я постоянно пользовалась Вот, что у нас здесь еще Стоит перекись водорода Который мы обрабатывали Пупок Он, кстати, у нас на седьмой день отвалился Здесь также ватки для очистки его ушек Персиковое масло Витамин D И вот такие вот ватки Мы, кстати, специально покупаем Без волосинок Чтобы глазки и личико ему мыть Пеленаем ванной Почему мы, кстати, это делаем ванной И решили делать А не там в комнате на комоде Потому что здесь сразу есть доступ к раковине И нам так понравилось в роддоме Сразу же подмывать под водой И уже потом надевать подгузник и одежду И одежду я храню вот в таких вот контейнерах И решила, что это довольно будет удобно Здесь сейчас очень мало всего Потому что очень много было постирано И отдельно в таком хранятся Всякие вот шапочки и пинеточки-носочки Все это быстренько, чтобы и днем, и утром, и ночью Можно было поменять И что еще теперь всегда ходит со мной Это вот такая огромная сумка Это сумка от коляски Бугабу И в эту сумку я положила с собой пеленки Пеленочки, которые всегда нужны где-то Либо на приеме, либо если гуляете Что-то нужно поменять Потом сюда я положила салфетки Для того, чтобы попки протирать Потом вот такая вот, кстати, вещь, как салфетки Это тоже от Пижин Для обработки пустышек, игрушек и рук Так, ну в общем, дополнительная одежка Вот это нам дарили, кстати Красивенький такой комбинезончик Так, шапочка дополнительная Носочки дополнительные Ну и, конечно же, дополнительные подгузники И я еще на всякий случай положила матерчатую пеленку И потом кладу обычно с собой еще сосочку вот сюда Вот Если у меня есть продвинутые мамочки Расскажите, что вы еще в таких сумках носите Может, я не знаю Вот только когда первый раз к врачу пойдем Может, еще что-то надо взять Живую я практически существую С маленьким вот здесь Вот это кресло, где я его в основном всегда кормлю Укачиваю, в общем Сама здесь чаще всего ем Так что да Ну, я рада, что мы это кресло купили Оно реально суперудобное Для того, чтобы здесь расслабиться Обложиться подушками И спокойно наслаждаться ребенком И ребенку удобно, и мне удобно Так что суперсоветую Это, кстати, из Икеа мы заказывали Я даже представить себе не могла Как будет сложно выкроить хоть немножечко времени Чтобы привести и себя в порядок И чтобы вообще взять камеру Для того, чтобы ребенок успокоился И записать это видео Я буду очень рада Если вы были рады видеть меня Я была очень рада снимать это видео Огромное вам спасибо всем за поздравления В инстаграм и у нас на влоговом канале Антон плюс Анна Я надеюсь, мы с вами увидимся Как можно скорее По крайней мере, мы будем стараться И пока-пока Саша классный минуты Такой Я должен знать, куда вы меня ведете Здорово Нет, тоже хотел Первый раз посадили Капсулу какую-то И запустили